Представьте себе, что у нас есть какие-нибудь утверждения. Утверждения бывают разные. Например, утверждение такое. Шар зелёный. Шар зелёный. Другое утверждение. Красный или зелёный. Третье утверждение. Я достаточно буду методировать. Представьте себе, что у нас есть утверждение такого типа. Каждая из них или истинна, или ложна. Это очень важно. Каждое утверждение или является правдой, или является ложной. На самом деле в жизни вовсе не всегда утверждение или истинно, или ложное. Например, сейчас в этом кабинете чётное число людей. Как вы думаете, это утверждение истинно или ложно? С одной стороны, понятно, что это утверждение. То есть, правда, кто-то сейчас выходит из родителей. Но вот если это не допускать, если дверь как-то зафиксироваться, да, и не разрешать ни входить, ни выходить родителям, то в таком случае здесь вполне конкретное количество людей можно посчитать и сказать чётное или нечётное, да. Но с другой стороны, понятно, что одним взглядом никто из вас не может охватить и, так сказать, в точности сообразить, да. Вот. Бывает чётное. Скажем, такое утверждение. Я сегодня вечером выпью чашку чая. Такое утверждение. Ну, непонятно, оно верно или нет. Потому что, если вы скажете, что оно верно, а я возьму и из принципа... Вообще сегодня чуть-чуть не будет. Ну, или там чай не пью, да? Вот. Или наоборот. Вы скажете, что оно неверно, а я в таком случае возьму и пойду чай пить. Так вот, ребята, бывают ещё более трудные ситуации. Может быть, слышали, есть такой древний-древний фокс, который заключается в том, что человек утверждает. Я сейчас вру. Поняли проблему, да? Что он делает? Он сейчас врет, и с него наявит. Я стою, я говорю, я сейчас вру. Это что значит? Нет, секунду. Если я сейчас вру, то я же, когда вру, что скажешь? То я вру. А если я вру, когда вру, то значит, я говорю право. Поэтому, если я вру, то получается, что я в это время говорю правду. И наоборот, если я говорю правду, понятно, да? Но правду о чём? Потому что я вру. То получается, что я вру. Это не вчера придумали, это древний-древний-древний фарадокс. То есть, господа, бывают фразы, которые не просто, мы не знаем, истинны они или ложные. Но мы даже, в принципе, не можем сказать это. Мы не можем этой фразе приписать разумный смысл. Так вот, давайте не говоримся разом. Сейчас всё это отбрасываем. Мы будем рассматривать только те утверждения, которым однозначно можно приписать значение истины или значение ложи. Мы тем самым очень объединяем. Ну, например, если вы поинтересуетесь всякими системами автоматического перевода, то то, что я сейчас рассказываю, разумеется, для них совершенно недостаточно. Потому что, как только мы разрешаем говорить только истину или ложь, так сразу огромное количество нормальных фраз исчезает, теряет смысл. Вот представьте себе, вы сейчас встанете и подпрыгнете. Говорит Экенжель А тот отвечает Да, да, конечно, прямо сейчас. Это можно. Вот как вы считаете? Он подпрыгнет? Нет, сарказм. Скорее всего, это сарказм. А с другой стороны Да, да, конечно, прямо сейчас стало. Еще раз. Бывают проблемы с приписыванием истинностных значений. Но временно сейчас мы постановим, что они у нас приписаны. Вопрос. Где это может быть, что называется, по делу полезным? Ну, конечно, как бы. Разумеется, когда вы имеете дело с электрическими сигналами, которые кодируют какую-то информацию, то, разумеется, либо у вас скрипитик крайне нулю. Да, давайте договоримся. Там, где ложь, будем писать ноль, там, где истина, будем писать единицу. Так вот, повторяю, каждое утверждение жестко приписали, оно истинное или оно ложное. Все другие утверждения отбили. Всякие там взрослые скажут вам, что невозможно разобраться, строго говоря, в языке, какие утверждения на самом деле истинные, какие ложные. Это мы тоже пока отбитаем, это все сложно, это все потом будем обновлять. Сейчас рассматриваем какие-то примитивные утверждения. Итак, предположим, что у нас есть некоторое примитивное утверждение, которое то ли истинно, то ли ложное. И другое утверждение, которое тоже или истинно, или ложное, и мы это знаем. Скажите, пожалуйста, жизнь, какие более сложные составные утверждения вы знаете, из них можно составить? Кто знает, что можно составить, если у вас есть два предложения? Да? Фантазия. Что, что? Придумать все. Нет, придумать, придумать совсем простое, что? Какое составное утверждение можно легко получить из двух? Да? Я слышу, что мы хотим их как-то комбинировать. Вопрос, какие естественные средства для комбинации есть? Какие средства в создании новых утверждений есть из простых отомарных утверждений? И, или, нет. И, или, нет. то. Если то. Ура! Молодец! Вот именно этого я и добивался. Действительно, для любых двух высказываний есть такая штука. Вы можете написать А и Б. Это русский союз И. Пожалуйста, сейчас ничего пока не записывайте, потому что через некоторое время у меня будет табличка, и вот ее надо будет обязательно зарисовать. А пока не торопитесь. Дальше. вот такой значок называется или. Или. А или Б. Отлично. Есть еще, вы сказали, вот такой. Ну, достаточно длинная фраза. Если А, то Б. И, вы тоже про это сказали, есть такая штука, как отрицание. Это знак НЕ. Иногда сверху палочку ставят, иногда ставят какую-то штучку. Да, ребят, на самом деле в разных книгах вы встретите разные обозначения. Например, вот эту штуку любят писать так. А умножить на Б. Например, вот ее же иногда пишут таким образом. Иногда пишут палочку не вниз, а вверх. Здесь иногда пишут стрелочку не двойную, а просто стрелочку. Ой, еще забыли. Есть такая штука А равносильно Б. Кто-нибудь знает, что это такое? Это значит, что это одно и то же. Это значит, что это с точки зрения истины одно и то же. Или они оба истинны, или они оба ложны. Равносильно. Равносильно. Так, отлично. А вот интересно, еще бывают какие-то вот такие вот логические связки. Их называют булевые функции. Буль это фамилия ученого. Можно ли придумать еще какие-то функции? Только обязательно одну. Дело в том, что если вы введете еще третью букву, то можно придумывать довольно много. Например, если вы возьмете третью букву, то вы совершенно запросто можете сказать так. А, И, В, или С. Или что-нибудь еще в таком будет. Я придумал. Давай, давай. Какая еще бывает логическая связка между двумя буквами? Я между тремя придумал. Между тремя неинтересно. То есть между тремя будет потом. Да? В, и А, что-что? Нам нужно на двух буквах. Не на трех, а на двух. Ребят, кстати, вопрос, а почему я решил начать именно с этого занятия? Дело в том, что в прошлый уже когда малыш закончился, мы сделали работу, которую мы собирались там года-два сделать, и все никак уже не доходили. А именно, сняли фильм о том, как мальчик когда он петиплазит, не важно, с папой сделали двоичные суммы. А именно, прямо взяли переключатели, провода, лампочки, и на самом деле у него была некоторая приятная вещь, с папой работой, причем на очень высокой должности, на заводе, который всевозможные эти электричные службы делает. Так что, какие детали, папа знает наизусть, и для не творительного суммы, а для настоящих устройств, получилось совершенно замечательно. устройства, когда видно, как можно складывать числа в двоичной системе просто при помощи переключателя. Ну и там, разумеется, нужны вот все эти функции, в общем, двоя вот эти вот сегодняшние лекции, это просто предисловие для того, чтобы вы посмотрели. Там совершенно замечательно, они все подробно объяснили, показали, там все видно, и все запяснение. Так вот, а я все-таки сейчас продолжу. На двух буквах каким образом узнать, что бывает еще, кроме вот этих четырех штук. Ребята, вместо того, чтобы придумывать и фантазировать, есть такой способ понять, а что такое на самом деле, означает это значок. А что такое это, а что такое это? Дело в том, что вы сказали и, а, ну, нет, конечно, это слово все знают, я понимаю, но что оно означает в точности математической? Давайте подумаем. Вообще, какие бывают варианты для А? Либо ложь, либо истина, истина. Какие варианты бывают для Б? Либо ложь, либо истина. И у меня сейчас проблема. Мне нужно рассматривать четыре варианта. Каким способом это разумно сделать? А давайте составим подробную табличку. Поехали. Итак, А, Таблица будет очень длинная, поэтому, пожалуйста, не рисуйте ничего, а вот тогда я сделаю, вот тогда уже действительно нужно будет это итак, оба утверждения ложные, утверждение А ложное, АВ истинное, утверждение А истинное, АВ ложное, и наконец оба утверждения истинные. Вот четыре варианта. Сейчас я вам должен объяснить, что такое отрицание утверждения А. Вот если я говорю НЕ, а потом произношу какую-то фразу, то если эта фраза была ложной, то в таком случае что будет? В таком случае будет правда. Поэтому я в этих двух случаях пишу единичку. А если это была правда, то что будет? ложь. Отлично. Это я написал вот это отрицание. Теперь давайте разбираться с тем, что такое И. В каком случае истинного утверждения, которое состоит из двух частей, соединенных союзом И. если я сказал ложь, дальше сказал И, и опять сказал ложь. Это будет правда или неправда? Да. Неправда. Значит, в верхней строке я пишу ноль. Хорошо. Сказал ложь, потом сказал И, потом сказал право. Что будет? Да. Тоже неправда. А в каком случае будет правда? если я сказал правду, потом И, и потом опять правду. Согласны? Отлично. Отлично. Следующий значок. Или между прочим, сколько учатся всевозможные юристы в попытках строго это написать. Дело в том, что русское слово или или английское соответствующее о, оно имеет как ни странно два значения. Вот представьте себе я сейчас буду пить кофе или чай. Как это понимают люди в нормальной обыденной жизни? Дальше. То или то или то или то Могу я подойти взять кофе и чай? Нет. Нет. На меня странно посмотрят. Вам дали выбрать берите кофе или берите чай. А вы подошли взяли и выбили. Считается, что это нельзя, да? Хорошо. Другая фраза. Можно из Москвы в Петербург проехать самолетом или поездом. поездом поездом Можно то же самое. Купить билет, доехать до аэропорта и вас... правильно? Замечательно. А теперь вопрос. Представьте, что вы не один человек, но одному человеку трудно одновременно и на самолете, и на поезде. А вам нужно перебросить какую-то делегацию, я не знаю, там 20 человек, да? И, я не знаю, 5 из них полетели на самолете, а 15 поехали на поезде. Это противоречит каким-нибудь правилам? На самолете или на поезде? Нормально? Хорошо, хорошо. Я могу сегодня выучить домашнее задание по географии или посмотреть на фильм. А теперь вопрос. Что будет, если я и домашнее выучу, и мультипесла? Все хорошо. А? Все хорошо. На самом деле, ребята, ничего плохого не будет. На самом деле ничего плохого не будет. Ну, что, молодец, перевыполнил план. Так вот, слово или имеет два значения. Разделительное или неразделительное или. И поскольку в естественном языке и в волне еще договорились, как ни странно, в каком смысле это, например, да, используют, то всегда приходится уточнять. Вам можно взять то или то, но нельзя брать оба. Или вам можно взять то или то, и можно взять оба. Это два разных значения. В математике, конечно, это абсолютно не важно. Потому что, уж если мы придумываем какие-то термины, то желательно, чтобы не было потом вечных споров, а я сказал в таком смысле, а я сказал в таком смысле. Один раз, что называется, не всегда, договорились. Ребята, очень важно снимать. Это не какая-то точная истина, а это действительно оговоренность. Договорились, что в математике или имеется в виду неразделительное. То есть, если математик говорит, дайте мне, пожалуйста, кофе или молоко, то он совершенно не обидится, если ему дадут то или другое. Совершенно нормально. Неразделительное. Что это значит? Если вам сказали два истинных утверждения, то или совершенно спокойно можно ставить, и это будет тоже истина. Вот если вам сказали два раза ложь, то тогда, к сожалению, нет. Тогда ложь. А здесь что пишем? Смотрите. Одно утверждение ложное, другое истинное. Что в результате? Истина. 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 Сказали, что истина. 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 Конечно, истина. А потому что именно смысл слова или состоит именно в том, что вы... Здесь единица. Смысл слова или. Если что-то произошло, то это уже достаточно для того, чтобы было или. Дальше у нас идет, ну, давайте, равносильность. Тоже такая довольно понятная. В каком случае знак равносильности, связывающий два высказывания, даст нам истинное высказывание? Односильное. Мы уже говорили на самом деле, что такое равносильное? Это когда одно и то же. Когда они или оба истинные, или оба ложные. Значит, вот здесь вот они какие? В верхней строке. Оба ложные. Поэтому мы... Что сюда пишем? Ноль. Они равны или не равны? Равны. Поэтому пишем? Поэтому пишем и делим. Отлично. А где они еще равны? Там, где они оба... Здесь четыре варианта. Вот 0, 1, 1, 0, 1, 1. Где еще равны? В какой строке? В четвертой. В нижней строке. Правильно. Вмечательно. А здесь еще один шок? В нижней строке. В нижней строке. В нижней строке. А здесь еще ноль. Это мнение, что до седьмого класса объяснить смысл школьнику этого значка невозможно. На самом деле, я считаю, что это неправда. По той простой причине, что ничего такого, скажем здесь, у нас с человеком между шестым и седьмым классом не происходит. И на самом деле, умы, конечно, все время становитесь все сильнее, умнее, старше и так далее. Но, с другой стороны, если хорошо подумать, то смысл слова следует. На самом деле, тоже можно объяснить все, мы сейчас это пытаемся сделать. Но это намного труднее, чем объяснить смысл всех предыдущих. Господа, труднее это в первую очередь. Из-за психологического. Дело в том, что в нормальном русском языке, когда вы употребляете союз И, то это происходит чаще всего в ситуации, когда, ну, представляете себе, у меня есть красный большой и, не знаю, там, свинцовый шар. Так? Нормально? Ну, дали вам свинцовый шарик, покрашенный красной-краской. Вот. Или, там, я сегодня буду на уроке математики, физкультуры, географии. То есть, вы привыкли перечислять через запятую вот эти самые высказки. Нормально? Часто есть. А вот вопрос, в каком случае вы привыкли употреблять след? Я поел, следовательно, буду в следующий раз есть, там, через сколько-то времени. Нормально? Да. Или я хорошо выучил уроки, следовательно, мне получится, там, поставили пятерку. Или, там, наоборот, я не выучил уроки, следовательно, были проблемы. Вы привыкли слово следовательно употреблять в том смысле, что по причине. По причине, из-за чего-то. Я сейчас, там, не знаю, выпил молока, поэтому я хочу, не знаю, съесть сухарь. То есть, вы будете говорить это в случае, когда высказывание связано с другом. А теперь, поставьте себе фразу. Я сегодня выпил стакан молока, следовательно, я сегодня буду заниматься на кружке малого норма. Фраза, на первый взгляд, абсолютно бессмысленная, потому что кому какое дело. Пили вы молоко, или пили вы, там, не знаю, что-нибудь, да, классное, что-нибудь. Это никак не связано с кружком. А с другой стороны, господа, мы же с самого начала говорили, мы сейчас занимаемся формальными логиками. Мы не пытаемся лезть в смысл фраз, потому что, понимаете, некоторые вещи связаны, некоторые не связаны, они все наполовину связаны. Понимаете, там, я выпил такое-то лекарство, следовательно, мне, там, надо поражать после этого. Это только врач вам скажет, на самом деле, следовательно или не следовательно, да? Вот, ребята, если мы попытаемся употреблять слово «связанные причины», то есть из-за того, что это произошло, обязательно произойдет вот это, мы вынуждены будем уйти в довольно серьезные глубины смысла, и боюсь, что мы не справимся, потому что какие-то вещи связаны, какие-то не связаны, какие-то трудно связаны, понимаете, это вот какую-то научную фразу берет и какую-то другую. Надо быть специалистом по соответствующей науке, чтобы понять, на самом деле, это связано или не связано. Мы сейчас пытаемся с вами придумать способ формальной работы с высказыванием, и способ, который бы максимально был соответствующим человеческим привычкам. Какие-то, смотрите, одно несоответствие, причем довольно серьезное. Я уже объяснил. Обычные люди иногда говорят или в смысле или то, или другое, иногда говорят или в смысле или то, или другое, или и то, и то. Вот этот дефект языка мы с вами преодолели вот таким жестким правилом. Для нас или обязательно, верно в трех случаях. И когда одно верно, и когда другое верно, и когда другое верно. Во всех случаях, или верно. Так вот, сейчас мы с вами должны знаку следующее тоже придать смысл. Обратите внимание, сейчас создается язык. Вернее, не создается, я просто рассказываю о том, как принято на математике понимать слово следующее. Для того, чтобы вам было легче, перед тем, как я вывешу эти самые значки, давайте несколько совсем простых примеров. Вот представьте себе, что у меня есть такое высказывание. 2 плюс 3, 2 плюс 3 равно 4 плюс 1. Скажите, пожалуйста, это правда или неправда? Правда. Отлично. Есть другое высказывание. 2 плюс 3 плюс 4 равно 4 плюс 1 плюс 4. Это правда или неправда? Правда. Правда. Как вы считаете? Если я не очень хорошо вычисляю. Или представьте себе, что числа были бы неоднозначные, какие-нибудь такие по 10 цифрам в каждом, да? Скажите, пожалуйста, мог бы я сказать вот такую мысль? Поскольку вы уже проверили, и поскольку я прибавил одно и то же, то из-за того, что здесь было равенство, мы можем сказать, что и здесь тоже будет равенство. Да. Понимаете идею? Да. Замечательно. Итак, как зовут это утверждение? Истинное или ложное? Истинное. Истинное. Как зовут это утверждение? Истинное. Вообще-то истинное. Здесь 9 и здесь 9. Истинное. А теперь, следует или не следует? Да. Следует. Следует. Я прибавил число 4 к обеим частям правительства. Чтобы не было разночтений, всегда договорились, что из истины. Истинное следует. Истинное следует. На самом деле, все равно, после того, как я это скажу, вам придется это запомнить. И это важно. Потому что смысл слова следует, это крайне важное. Итак, продолжаем рассматривать пример. Я легче 5 килограмм веса. Молодец, это благодарение. Нет, младенцы, может, такие и бывают, но среди присутствующих таких точно. Итак, это утверждение какое? Истинное или ложное? Ложное. Это утверждение, разумеется, ложное. А теперь, внимание. В машине можно везти пассажиров не тяжелее. Слушайте, я не знаю правила автомобильных. Ну, на самом деле, сколько там написать? Да. Нет, нормально, это нормально. Пассажирский крест, сколько вы держите? 4, 5. Нет, я точно выдерживаю. Ну, давайте, давайте 150 напишем, хорошо? Нет. Отлинь, нет, 150. Бывают, бывают такие люди. И веса, я думаю, выдержит еще. Ну, хорошо, снова 120. Ну, машинная нормальная, автомобильная веса. Да выдержит. Вот, отлично. В машине можно... Нормально? Да. Можно посадить не больше 120 килограммов. Отлично. Следующее утверждение. 5 килограммов меньше, чем 120 килограммов. А теперь следующее утверждение. Меня можно возить в машине. Поверить в место. Нет, секунду. Я легче 5 килограммов. В машине можно везти пассажиров не тяжелее 120 килограммов. 5 килограммов меньше 120 килограммов. Меня можно возить. Давайте отбираться. Вот это утверждение, оно точно истинное. Правда? Замечаю. А это утверждение какое? Тоже истинное. А это утверждение? Словно. Как и положено. Истинное. Истинное. Если точно известно, что я легче 5 килограммов. Если на УКР установила, что 5 килограммов меньше, чем 120 килограммов. И если инструкции автомобильной установлено, что 120 килограммов и меньше посадить на пассажирское кресло можно, то в таком случае, чисто логически, вы приводите, что меня можно возить в машине. Согласны? Да. Согласны? А теперь, обратите внимание, что вы я. Я, это не обязательно я. Я, это может быть, нет цветов. Это, у тебя, это меньше 5 килограммов. Это может быть, какая-нибудь игрушка. Это может быть, какая-нибудь любая вещь меньше 5 килограммов. И если вот этой самой, кстати, тот же самый владелец, маленький, так с маленькой, совсем маленький. Ну, там, ну, бывают. Ну, а мы сегодня, конечно, чуть больше 5 килограммов, но бывают, бывают или меньше. Господа, соответственно, вы должны понять, что чисто логически вот эта цепочка рассуждений должна быть признана правильной. Внимание. Это цепочка рассуждений. То, что относительно меня, вот это первое утверждение неверное, ну, это мои проблемы. Надо бы деть совершенствоваться. Вот. Но сама по себе цепочка рассуждений, да. Говорите громче, потому что я сейчас не скажу. Ну, есть пример. Он, наверное, вот этот, молодец, как он с преступником, его нельзя по принципу вот так. Нет, ну, ребят, вы, во-первых, если молодец преступника, это хорошая рудика, да, это замечательно. Это, в общем, от вас как-то наскращали, да. То есть, с вашей точки зрения, вот эта традиция, и уже, да, уже имеете в себе приголовок. Я уверяю вас, это все совсем не так. Дело не в этом. Дело в том, что вы пытаетесь привнести какие-то неотносящиеся к делу усуждения. Еще раз. Мы сейчас пытаемся анализировать логические построения. Кстати, а кто это делал впервые, господа? Знаете? Человек. А? Человек, да верно. А какая фамилия ученого наиболее крепко связана, вот, да? Буль, это 19 век. Да, действительно, в 19 веке это анализировали очень хорошо. И, между прочим, из этих самых трудов получились современные компьютеры. Поэтому, когда вы сейчас звоните по мобильному телефону, вы на самом деле пользуетесь трудами тех самых ученых 19 век. Это, конечно, правда. Но сейчас разговор не о том, а разговор о том, когда это давным-давно впервые начали делать. Да? В каменном веке. В каменном веке. Скорее всего, вы правы. То есть, в некотором смысле, скорее всего, даже не просто в каменном веке. Такого типологического рассуждения, наверняка, присущего большинству животным, и так далее, и так далее. Проблема только в том, что они об этом там не рассказывают. И мы пока еще языки животных не разгадали, и что там было в каменном веке, на самом деле, мы не знаем. Нет, я говорю о дошедшем до нас письменном веке. Есть даже стандартная фраза, которая с этим совсем связана. Открытия, которые были сделаны в сегодняшние дни, были результатом того, что... Это все философия, это просто слова. Я, конечно, понимаю, что там развитие человечества, то есть, не движет. Кто был абсолютным авторитетом в течение многих-многих-многих лет в вопросах логики? То, чем мы сегодня занимаемся, называется логика. Да? Греки. Кто? Греки. Громче. Греки. Греки. Замечай, это правда. В Греции все есть. Солнце и много... Аристотель. Аристотелева логика. Кто значит знак следового? Мы выяснили, что из истины хорошо бы, чтобы истина следовала. А вот что было сейчас? Сейчас произошло следующее. Из вот этого первого утверждения, которое ложное. И из второго утверждения, которое истинное. И из третьего утверждения, которое истинное. Мы с вами чувствуем, что следует вот это тоже истинное утверждение. Мы договорились, что когда И и одно утверждение ложное, то это утверждение ложное. Поэтому на самом деле, вот это вот, связанное союзом и последовательность трех утверждений, это ложное утверждение. Значит, у нас сейчас из лжи следует истина. Господа, вот к этому, как ни странно, надо привыкнуть. Поскольку очень часто школьники очень-очень долго это не понимают, разрешите я приведу еще один пример. Как умножать на ноль? Все знают? Да. Сколько будет 4 умножить на ноль? Ноль. Ноль. Отлично. А сколько будет 1 умножить на ноль? Ноль. Ноль. А ноль равенную? Да. Да. Отлично. А 4 равно 1? Нет. А теперь, внимание. Как вы думаете, если бы у нас были произвольные какие-то объекты, и мы бы знали, что объект А равен объекту Б, следовало бы отсюда, что А умножить на ноль, это Б умножить на ноль. Или нет? Да. Вот это утверждение истинное. А мы вместо Ани, мы подставили число. И вот это утверждение стало ложным. А это утверждение что? Истинное. Истинное. А вот эта схема вывода у нас желательно, чтобы была истинная. Господа, я не знаю, что сделать для того, чтобы вы это, что называется, по-настоящему поняли. Поэтому давайте сделаем так. Вот я написал одну фразу, которую надо точно с сегодняшнего занятия запомнить. Или в математике какое? Неразделительное. И вторую фразу я тоже напишу и тоже я в рамочках введу. Из лжи следует все, что угодно. И ложь следует из лжи. И истина тоже следует из лжи. И вот, смотрите, в этих двух местах я пишу и пишу. Повторяю, из истины следует истина. Из лжи следует все, что угодно. А теперь вопрос. А из истины ложь следует? Нет. А из истины ложь не следует. Из лжи следует.